Доброго времени суток, дорогие друзья! Я всё зрела-зрела и, наконец-то, зрела! У меня собралось хоть какое-то количество пустых баночек. Может быть, немножко буду сконфуженно улыбаться, потому что у меня сейчас маска на лице. В общем, мы всё делаем с вами вместе. Сейчас, видите, 11.15 практически. Нужно быстро всё заканчивать и ложиться спать. Но мне нужно вам обязательно рассказать про пустые баночки, чтобы... Да, кошка прибежала и легла на мою кровать. Пора спать. Даже котики об этом говорят. Итак, быстренько пробежимся с вами. Что у меня закончилось? Вообще, на самом деле, это, наверное, с периода... А вот так давайте попробуем. Решила немножко ракурс поменять. В общем, это всё, что я собрала, это где-то с периода октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март уже, почти середина. Да, уже, господи, завтра середина марта. В общем, собрала очень долго. У меня сейчас этот процесс идёт очень медленно. Сейчас ещё кое-чего вам достану. В общем, я экономный человек. У меня процесс идёт медленно, всех этих сборов. Соответственно, уж ссори, как получается. Вот, основной момент тот, что здесь всяко-разно сейчас будет. Будет и для лица, и не для лица. К слову, та маска, которая у меня на лице, она тоже заканчивается. Вот такая вот календула. По-моему, её уже Белита Витекс не производит. Я её ищу днём, с огнём, вечером, садевчика. Практически нигде уже не найдёшь. Она у меня тоже заканчивается. Что закончится, скорее всего, в этом месяце. Это вот такая вот жидкость для снятия макияжа. Снимает хорошо. Единственный момент, что если вот прям интенсивный такой какой-то там карандаш, там супер-пупер-туш, ещё что-нибудь, то нужно будет больше раз, больше средств, больше смывать. Но у меня, я не знаю, ещё чуть-чуть и год я, наверное, расходую эту баночку. В общем, запаска стоит. Я вот такая вот красивая. Я съездила вчера на склад, у меня пообламывалось несколько ногтей. В итоге мне ещё сейчас нужно маникюр успеть будет сделать. Значит, у меня я смывала вот такой вот штукой. Она, ну, можно считать, что уже фактически закончилась. Вот. Видите, да, что как бы не до конца. Поэтому остатками как раз постараюсь всё это доснять. Ну, и, может быть, часть душ всё это снимет. И мне ещё нужно успеть вечером руки привести в порядок. Вот. Тоже вам для затравки немножко спойлер. Вот. Новое я себе взяла. Посмотрим, что за оно. До этого в магазинах не видела. Соответственно, заодно узнаю. Первое впечатление какое-то тоже вам сниму. Листерин. Ода ему я уже пела. Это ополаскиватель для зубов. Это как раз достаточный уровень мяты, который я терплю. Вот. Нужно его не сильно много. Она долго хватает. Крутая штука, в общем. Всячески рекомендую. По поводу зубов и их ухода я после своего похода к донтисту несколько лет назад снимала ролик. Так что я ссылку вверху оставлю и внизу в описании вставлю. Значит, закончилось у меня гель-масло вот такое вот. Но пока оно стояло и ждало, когда я сниму наконец-то этот ролик, потому что я его планировала в октябре планировала. Ну, было одна или две баночки. В ноябре, ну, их стало там три, например, да. В декабре и так далее. Короче, пока он стоял, он у меня немножко стек вниз на донышко. Так что я сегодня как раз ещё, ну, или там завтра с утра умоюсь и как раз смогу выкинуть. Вам расскажу. Первое впечатление я снимала на него вообще, в принципе, при всём при том, что у меня кожа жирная и комбинированная, при всём при этом он достаточно аккуратный получается. Он не пересушивает, потому что даже для моей кожи некоторые места бывают, пересушивают вот все вот эти вот штуки. Вот. Аккуратный такой получается уход. И вот как минимум первое ощущение было такое, как будто я уже после умывания нанесла крем. Вот. Но, я не знаю, отопление подействовало ещё что-то. В общем, я его быстрее хотела уже доиспользовать, потому что, видимо, с отоплением и вот эта штука у меня перестала дружить. Моя кожа. Вот. Закончилась у меня длинная маска для лица вот такая вот. Про неё тоже был отдельный ролик на канале. Вот. В принципе, если вы делаете маски на регулярной основе, там, два раза в неделю, три раза в неделю, или хотя бы один раз в неделю, и вы постоянно очищаете кожу каким-либо, там, гелем, муссом, там, молочком, сейчас же очень много этих всех штук, вот, то вполне пойдёт. Ну, и как бы вам там на 4-5 раз хватит применения, смотря как вы наносите, чисто на лицо или лицо, область декольте, например, да. Вот. У меня, я не знаю, я здесь уже не помечала, но, в общем, она у меня около полугода, наверное, точно была. Я использовала её не всегда, потому что, ну, как бы это вот просто для поддержания штанов, для поддержания хорошего качества кожи вашей такое. То есть, если прям сильно-сильно, то оно вам не сильно сыграет, если сильное загрязнение в этом плане. Вот. То есть, нужно что-то более тогда термоядерное, назовём это так. Или даже лучше будет, если прям вот вообще покрылись помидорами, да, вот, то лучше, наверное, даже будет просто взять глину, замешать вот это вот месиво. Вот. Это даже будет эффективнее, чем вот такие вот, такое баловство. Вот. 24 часа Hand Protection. Вот такой вот крем Essence. Вот. Вот ничего тут не осталось. Даже, видите, разрезала, чтобы прям использовать до конца. Очень мягкий, нежный, аккуратный, с приятной отдушкой. На регулярной основе, если вот вы постоянно руками работаете и там вспомнили, помазали, то это, конечно, очень замечательный вариант. Это не SOS-вариант, это вариант такого формата, когда утром-вечером хотя бы там, вот вы на лицо наносите крем и заодно на руки, да, вечером перед сном сделали уход за верхней части туловища и заодно и руки. То есть это вот такой вот каждодневный аккуратный крем. Очень приятный. Посмотрим, будет настроение, куплю ещё. Идеальная кожа. Вот такая вот чистая линия. Чистую линию я знаю... Если вы меня давно смотрите, вы знаете, что я её люблю. Я почувствовала разницу, увидела между тем, когда я использую крем для век и когда я его не использую. Не на всех кремах написано, что их можно использовать и на веки в том числе. Иногда бывают агрессивные какие-то моменты. Тем более, девочки, если вы чокнулись на теме каких-нибудь кислот, ещё чего-нибудь, это ни в коем случае на веки наносить нельзя, потому что глаза всё такое. Зачем вам потом проблемы со зрением, катарактой, глаукомой и всеми остальными плюшками. Вот, соответственно, вот это вот очень лёгкий, очень нежный крем. Ничего лишнего. Просто уходовый, аккуратный. Как бы супер-пупер чего-то там не ждите. Но, тем не менее, разницу я чувствую. Если его не использовала я, то была такая как сухость. Может быть, даже больше стянутость такая была. А вот, если его используешь, аккуратная гладкая кожа, по-другому ложатся тени даже те же самые. То есть, какие-то мимические морщинки, может быть, он вам не заделает. Но увлажнить в минимальном формате увлажнит кожу. То есть, ну, плюсы есть. Для лица я когда-то тоже использовала. Ой, слушайте, мне, наверное, уже получается больше пяти подсказок. Боюсь, не даст YouTube загрузить. Ну, посмотрим. В общем, открываете плейлист про косметику и моду. И там по отдельным вот этим вот первых впечатлений, по этим кремам они есть. И на закусочку мою самую любимую штучечку, которая вот прям любимка-любимка. Можно так назвать, да? Марсельеза. Маленький марселец. Вот такой вот гель для душа. Я ему Ода Дифферамбы пела. Это просто бомбический запах для меня лично. Я обожаю мужские запахи в кремах, в духах, в, я не знаю, там, дезодорантах. У меня шампунь мужской, у меня дезодорант мужской. В общем, я такая немножко... Я же говорила, нетипичный блогер. Вот это вот, если я найду где-то в магазинах, я куплю его ещё только ради вот этой вот ароматерапии, наслаждения запахом и, конечно, умиротворение и полное все поглощение. То есть ты попадаешь реально в нирвану, когда принимаешь душ с вот этой штукой. Конечно, это просто... Ну, для меня это очень здорово. Вот, поэтому он закончился. У меня есть, кстати, запаска. Вот, но с периодичностью я возвращаюсь. То есть я пользуюсь им на регулярной основе, например, там, не знаю, в течение двух-трёх месяцев, полугода. А потом я меняю на что-то ещё, потом я обратно к нему возвращаюсь. Это, конечно, просто любовь. А вот, очень здорово. Сейчас скажу вам, как правильно, потому что... Вот, шалфей и красный апельсин. А, шафран, извините. Шафран, слепая. Вот, вот такая вот штука. В общем, как бы за рекламу мне никто не платил, естественно. Я ещё маленький. Вот, но, тем не менее, мне очень хочется поделиться с вами живыми впечатлениями, то, что действительно вкусные штуки. Выпадаются вот так вот. Вроде бы всё бюджетное. Ничего дороже 5 рублей, вот то, что я вам показала, не было. Вот, то есть, это прям вот бюджет-бюджет. Вот. Надеюсь, вам было интересно, полезно, весело со мной. Вот. Мы с вами увидимся в следующих роликах. До новых встреч, мои хорошие. И всем продуктивной недели следующей. Пока.